Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава БО. И эту лекцию я хотел бы посвятить светлой памяти Йосифа Беншмуэль Матаев. Так получилось, что в этот шаббат был Йорцит этого человека. И Всевышний сделал чудо. У нас был Миньян. У нас очень давно уже не был Миньян. Это связано с пандемией не только. Но Всевышний сделал чудо. У нас был Миньян. И мы смогли прикоснуться к свитку Торы, который был подарен его сыном Ирмиял Матаевым, который наша община прекрасно знает, который очень много сделан для нашей общины не только. И хотелось бы пожелать Ирмиял Матаеву огромнейшего успеха, чтобы душа его отца хранилась в раю и там молилась и за нашу общину, и за него тоже. Итак, мы приступаем к нашей недельной главе. В нашей недельной главе говорится о последних казни, которые Всевышний из десяти казней, которые Всевышний обрушил на Египет. И одна из казней – это казнь первенца. Ну вот казнь первенца предшествовала некоторые вещи, которые вызывают, не могут вызывать удивление и вызовут у нас несколько вопросов. Итак, пишется, возьмите десятого Ниссана, Ягненка в дом. Каждый дом должен был взять Ягненка. Каждая семья должна была взять Ягненка. Вот. И существовали несколько условий, которые они должны были осуществить. Во-первых, этого Ягненка привязывали к кровати, и он четыре дня находился в доме. Вообще, представляете, что такое скотина, которая находится четыре дня в доме, да? Вот. Она и пахнет, и все остальное. Вот. И только после четырех дней, что она находится в доме, вы ее делаете шхиту, режете, окропляете косяки дверей кровью. Это было очень важно, чтобы ангел смерти перепрыгнул дома египтян. Отсюда и слово Песах, слово Дилук – перепрыгивать. Да, то есть отсюда еврейский праздник Песах, Пасха. То есть я не знаю, откуда у неевреев праздник Пасха, потому что что там перепрыгивали. Но у нас известно, что это еврейское название праздника Песах, это Пасха, перепрыгивал дома евреев, да, Всевышний, и поражал первенцев Египта. И для того, чтобы это не было, нужно было осуществить эти действия. И дальше еще говорится, что вот четыре дня мы его продержали, и потом нужно было его принести жертву. И жертва, были особые правила, как ее приносить. Итак, я перечислю эти правила. Первое правило, это нам будет очень важно. Одно из правил – это то, что его нельзя было варить. Он должен был быть именно жареный. Во второе правило, которое для нас важно, это нельзя было ломать кости, да, то есть нельзя было его резать на части, ломать кости. Он должен был жариться целиком. Кстати, есть такая заповедь Гидоноша. Гидоноша – это заповедь удалять седалищный нерв. Так вот, в пасхальной жертве Рамбам пишет, что он удалялся после того, как его уже приготовили. То есть, что нельзя было разделывать животное до того времени, да, пока оно не было принесено в жертву. Это очень, пока оно не было сожжено на жертвеннике, поставлено на жертвеннике. Это очень непонятно тоже, почему так происходило. Мы сейчас постараемся с вами это объяснить. Вот, то есть, такие были особые правила к этой жертве. Вот, и у нас возникает вопрос, неужели нельзя было взять пасхального ягненка именно в последний день? Зачем 4 дня мучить наш еврейский народ, каждую семью, которая вводит этого ягненка в дом и держит его в доме. Так, я не думаю, что у них были большие дома, а тут еще место, как помните, как в том знаменитом анекдоте, когда у человека все плохо, он прибегает к раввинам, говорит, слушайте, у меня плохо, нет места дома вообще, там выражает жена каждый год и не знаю, что делать. И он ему говорит, возьми корову и приведи корову в дом. Он говорит, куда корову? У меня так места нет. Он привел корову в дом, он говорит, каждый день он приходит к рыбе, можно ее вытащить, можно ее вытащить, через две недели рыба говорит, вытащи. Он ее вытаскивает, приходит к рыбе, рыба говорит, так хорошо, так просторно стало, так хорошо дышится. Окей, теперь здесь тоже возникает вопрос, зачем еврейскому народу было взять вот этого ягненка, притащить его домой и держать его 4 дня, причем очень важно в этом понимании, что эти ягненки были божество Египта, египтяне, да-да, они поклонялись Тельцам, да, и это было поклонение, кстати, это очень важно сказать, что это был месяц Ниссан, который созвездие Тельца, которое светило более явственно в этот месяц, и для египтян это был особый знак, то есть это было ихнее божество. И представьте себе рабы, вчерашние рабы, которые освобождаются, приносят к себе этого ягненка в дом. И что должны были подумать египтяне? Египтяне, которые приходили, они говорят, о, вы взяли ягненка, наверное, вы хотите поклоняться, как мы? Они говорят, нет. Говорят, ну это же наше божество, вы чего это, что это, вы делаете такое? Они говорят, а мы его взяли в дом, потому что так нам приказал Всевышний, так они отвечали. А что вы с ним дальше будете делать? А мы его зарежем. То есть представьте себе, ваше божество мы возьмем, зарежем. Никакой толерантности. Представьте себе, вот мы говорим о толерантности, где здесь толерантность, да, то есть это берешь, и то есть божество другой религии ты вынужден уничтожить. Почему? Потому что так говорит Бог. То есть ты берешь и режешь Бога, богов, богов ихних, египетских, то есть ты должен его зарезать. Что должен был сделать египтянин? Он говорит, ах, ты берешь моего Бога и режешь его, да, как ты смеешь вообще прикасаться? Вы знаете, как до сих пор в Индии корова это святое животное, если идет корова, скорая помощь обязана его пропустить. А если кто-то что-то сделает корове, у него есть большое наказание в этом. И тут мы говорим о том, что как египтянин должен был отнестись к рабу, который взял это животное и занес домой, и потом еще обещает, что он его зарежет, и дальше он продолжает, говорит, потому что вас Всевышний грохнет, да, потому что вы не выпускаете нас, ваш фараон нас не выпускает, а нас оставит в живых. Вы представляете, сказать такое египтянин. И давайте перенесемся в советское время, иногда в наше время, я переведу на своем личном примере, тоже так получилось, что за годы рабства у нас был Египет в нас внутри. Какой Египет? Мы, евреи, часто стеснялись того, что мы евреи. Не боялись, да, но стеснялись. То есть, ну, зачем лишний раз говорить, что еврей, да? То есть, мы знаем, как наши родители смотрели, помните, все советские фильмы, смотрели титры и говорили, о, это тоже наш, это тоже наш. Помните, как в том анекдоте, да, то есть, когда китайцы с евреем едут в купе, и еврей каждый раз китайцы достаёт, скажите, вы случайно не еврей? Он говорит, нет, я китаец. И так всю дорогу, скажите, вы случайно не еврей? Нет, я китаец. когда он его спрашивает, скажите, вы случайно не евреи? Он говорит, да, я евреи. Странно, так на китайца похоже. Ну, вот наши родители тоже смотрели еврейские фамилии, искали евреев, да, гордились мы, что мы евреи. Но это было в нашей атмосфере. Мы пытались, не дай бог, не спровоцировать, не то что не спровоцировать, как-то не обидеть других народы нашими обычаями. Почему? У них есть свои праздники. И эти праздники Всевышний запрещает нам праздновать, потому что некоторые из этих праздников для нас являются едаопоклонством. И мы стесняемся, потому что мы не хотим причинить им вред. Мы никому не хотим причинить вред. Мы, на самом деле, народ, который миролюбивый, да, мы натерпелись. Но тут бывает, что мы не можем переступить какую-то черту, да. Это очень важно осознавание того, что мы не можем двигаться дальше, потому что так Всевышний нам говорит. Всевышний говорит, вот отсюда, это уже запрещено. То есть мы не можем заходить в объекты едаопоклонства или поклонения других религий, потому что нам это запрещено. И иногда нам нужно встать и четко сказать, мы не можем это делать, потому что так нам повелел Бог. И всегда это очень тяжело делать. Я знаю это по себе. Всегда очень тяжело делать, что-то сказать. Тем более, когда ты раввин или еще что-то, тебе очень сложно сказать правду, потому что ты думаешь, а вдруг ты этим зацепишь кого-то другого. Как пишется в Таилим, каждый пусть идет своей дорогой. Эти надеются на коня, это на всадника, а мы будем надеяться на Всевышнего. Мы не вмешиваемся, у нас другие религии нас не сильно касаются. Но иногда приходится говорить, потому что так нам Бог от нас требует. А тут не просто так Бог от нас требует, Бог от нас потребовал сделать вещь, которая казалась более страшной. И на своем примере я вижу, что, не только на своем примере, я уверен, что у нас в народе это немножко у многих на подсознании. Что значит на подсознании? На подсознании в нас Советский Союз убил рабскую психологию. Мы стали в своем внутреннем Египте, с которым иногда не можем выйти. И когда я помню, я в школе начал носить кипу, то все учителя евреи говорили, ну не надо этого делать, не надо, зачем показывать? Дома носи, а не надо показывать. Посмотри, ну не стесняйся, им было неудобно именно учителям евреям. А учителям не евреям, они наоборот гордились, по-настоящему гордились, даже учителя, которые не симпатизировали к нашему народу, они гордились в том, что человек выбрал свободу выбора. Он выражает свое действие, да, он выражает свой выбор. И это было так. А вообще, как я начал ходить в кипе в синагогу, произошла очень интересная вещь. Не в синагогу, в синагогу я ходил в кипе, я ходил в кипе даже по улицам, но в школу я стеснялся. Не знал почему, я не могу это объяснить. Я одевал какой-то каскет, я ходил без кипы, но кипу не одевал. И одноклассница меня спросила, скажи мне, я видел тебя там в такой шапочке возле синагоги. Я говорю, да. Он говорит, а как это, расскажи. Я начал объяснять, что это шапочка, что евреям нельзя ходить четыре локтя, то есть два метра без этой шапочки. Она говорит, а как в школу, почему ты не ходишь? Я молчу, не знаю, что ответить. Говорит, ты чего-то боишься? Я говорю, да нет. Ты боишься, что тебе что-то скажут? Тоже нет. И на следующий день я пришел в кипе. То есть получилось для меня, я сейчас это свяжу, очень важно, что именно одноклассница, не еврейка, повлияла на меня в том, что я перестал стесняться ходить в кипе в школу. Это очень поразительно. Да, и Всевышний хочет вывести еврейский народ из Египта. И предварительно он хочет, чтобы еврейский народ ощутил себя евреями, гордился своей свободой, и не стеснялся того, что они евреи. Чтобы мы вытащили свой Египет из своего сердца. Чтобы мы не стеснялись сказать, что так хочет от нас Бог. И когда мы так говорим, так заявляем, происходит большое количество чудес. Вместо того, чтобы учителя говорили с ними, это они наоборот начали гордиться, говорят, ты правильно делаешь, ты молодец, что для тебя это очень важно. То есть произвели процессы, которые являются, которых мы боялись. То есть мы боимся непонятно чего. У нас есть какие-то страхи, которые невозможно объяснить. Нет этого страха. Нас приглашают куда-то, и нам нельзя кушать в другом обществе, потому что у нас кошерное питание. И мы для того, чтобы иногда, не дай Бог, для того, чтобы не обидеть других, мы говорим, ну мы покушаем, нельзя же обижать других человек. Вот так мы и попали в рабство. Когда фараон сказал, выходите работать, это был шаббат. Он сказал, кто поможет государству, как еврей не поможет государству, когда фараон призывает. И он сделал субботник, евреи вышли, им говорили, надо сказать фараону правду. Всевыжние против того, чтобы мы вышли и работали в шаббат. Не против того, чтобы мы работали в шаббат. И то же самое происходит здесь. Еврей очень часто стесняется того, что он скажет, что происходит. Для того, чтобы в шаббат нельзя работать. Для того, чтобы стесняется там. Не то, что стесняется, он не боится. Ему нечего бояться. Но он не хочет стеснять своими поведениями кого-то другого. Но я не буду это показывать. Я не буду этим... В чем выражается свобода? И мы это видим в Казахстане. Что в Казахстане... Я хотел сказать, что я очень рад, что я нахожусь сейчас в Казахстане. И вижу, как здесь человек может спокойно выражать свою свободу религии. Он не стесняется, наоборот, он гордится. И вот эта ассамблея народов Казахстана и другие вещи, которые создал президент Казахстана первый, это действительно то, чтобы каждый народ гордился своими традициями, то есть, чтобы мы были свободные люди. И когда, что было важно для Всевышнего, Всевышнему было важно, чтобы евреи выгнали из себя рабов. Очень сложно порой сказать, что да, так нам заповедовал Всевышний. Очень сложно сказать, что это то, что от нас хочет Бог. Но, благодаря тому, что евреи это сказали, произошло ряд чудес. И это назывался Шаббат Агадоль. Мы празднуем Шаббат Агадоль перед Песоком в честь того, что когда египетские египтяне пришли и сказали, что же вы делаете, и евреи не постеснялись. И они шли на самопожертвование. Что такое на самопожертвование? Они знали, что египтяне могут за это их убить. Но они не постеснялись, потому что так хочет Бог. Еще в предыдущей главе мы говорили о том, что если Маше когда убил египтянина, он бы должен был осознать, я сделал все, как Бог сказал, поэтому нечего мне бояться, тогда бы не был и услышал фараон. И когда евреи выполняют то, что требует от него Бог, и не стесняются, потому что он знает, что это не его прихоть, а это требует Бог, и как бы тяжело это не выглядело в глазах его и в глазах других, мы увидим, что благодаря этому произойдет ряд чудес. Какой ряд чудес произошел? Египтяне узнали, что Всевышний готовит следующую казнь. И вместо того, чтобы убить евреев и сделать что-то евреям, первенцы Египта подняли бунт против фараона. Они сказали, отпусти этот народ, зачем ты его держишь? Дай этому народу выполнять то, что от него просит Бог. Это очень большая вещь. Пишется, это время Машеха, то есть это примерно Машеха, поэтому мы называем это Шаббат Агадоль. Что произойдет, когда придет Машех? Что все народы будут выполнять волю Всевышнего. Что все народы, когда увидят, что евреи не учат Тору, они скажут им, идите учите Тору, вы для этого сотворены. То есть что сделали люди, что свет проник в самую нечистоту Египта. То есть он осветил, чтобы египтяне готовы были выполнять волю Всевышнего по своей воле. Не то, что они растекли море, не то, что они убили первенцев, а то, что Всевышний перевернул темноту, что сама темнота стала светить. Те египтяне, которые вчера издевались над нами, над евреями, пошли к фараону требовать, чтобы фараон выпустил еврейский народ и дал нам выйти. Фараон жестоко покорил это восстание, то есть он подавил это восстание. Но для нас это очень важно. И очень важно было, чтобы все было в этой заповеди продумано именно так, чтобы египтяне видели, для чего это делается. Итак, мы возвращаемся к тому, что мы сказали. Мы сказали о том, что эту жертву нужно было не варить. Почему не варить? Потому что нужно было жарить. Что происходит, когда жарит мясо? Когда жарит мясо, происходит громаднейший запах. Запах шашлыков. Все прекрасно знают, что запах шашлыков это такой хороший, приятный запах, когда жарится мясо. И каждый человек чувствует это. А представьте себе, евреи жили обособленно в Гошин. И они должны были в одну ночь привезти, там было 600 тысяч мужчин только, от определенного возраста. То есть гораздо больше семей. Скажем, минимум 600 тысяч семей одновременно зажигает пасхальные жертвы. Одновременно должен быть такой стоять дух мяса, жареного с этой земли Гошин, что невозможно не ощутить это. Это было важно. Когда ты варишь мясо, то это не чувствуется, и поэтому невозможно. Когда египтяне прибежали к евреям в эту ночь, когда начали умирать первенцы, когда они прийти, они должны были увидеть очень шикарную картину, шикарный вид, как говорится, у них должен был быть. Они заходят, и они видят, что евреи готовят жертву. Если бы она была вареная, то не было бы запаха. Они бы не обязательно увидели и подумали, может, это другое. Если бы она была на частях, то на частях тоже не видно. А так получается, что ихний бок, проткнутый на вертеле, крутится на огне, и евреи его спокойно жарят перед выходом из Египта. То есть это зрелище, которое убило их до конца. То есть у них не было у кого просить помощи. Они прибегают своим богам, чтобы они защитили их от смерти первенцев. А что происходит? Они видят, что ихние боги на вертеле крутятся у евреев громаднейшее количество скота, которые крутятся на вертеле и жарятся в честь восхваления Всевышнего в месяц Ниссан, о котором мы говорили, когда светится свестие как раз кого? Именно созвездие Тельца. То есть именно созвездие Тельца светит в это время, и то, что они просят спасения, этого нет. И поэтому было очень важно Всевышнему, чтобы в этой жертве были соблюдены все правила, которые связаны с этим. А евреям оставалось только, скажай-ка в том анекдоте, помните, когда говорит, что лев выходит и говорит, сегодня на обед ко мне идет такой-то, такой-то, такой-то волк, такое-то животное. Возражение есть? Ну, кто будет возражать? Ну, нет возражения. Завтра мне идут такое-то, такое-то животное. Возражение есть? Возражения нет. И так каждый день, потом завтра мне идут на обед то-то, то-то, то-то. Возражение есть? Заяц подымает руку. Да, заяц, что ты хотел? Он говорит, а можно меня не есть? Да, скажите, пусть вычеркнут зайца. Да, то есть иногда наш страх, внутренний страх перед тем, каким не страх, а необъяснимое такое стеснение. Это не страх, ребята, это не страх. Это стеснение, которое не позволяет нам в очередной раз поступить правильно, как евреи поступают. Мы стесняемся показать иногда, не знаем, чего мы стесняемся. То есть вдруг наши друзья нас неправильно не поймут или что-то там. Ну, чтобы их не стеснять, как мы можем у них не кушать. То есть у меня был случай один, когда еврей, когда еще работал по Вадаре, евреи говорили, мы работаем в Шаббат, мы не можем не работать в Шаббат. Я ему сказал, кто вам сказал, что вы не можете не работать в Шаббат? Говорю, ну, кто нас отпустит от работы? Я говорю, а вы пробовали подойти к начальнику и просто сказать, что наш Шаббат святой день, можно я отработаю в воскресенье или в другой день, а в Шаббат не буду работать? Они говорят, да нет, это невозможная такая нагрузка. Я говорю, а вы пробовали? Ну, нет, я не могу подойти. И самое интересное, 90%, которые подошли и сказали, можно ли не работать в Шаббат, как в том анекдоте, сказали, да, не работайте. То есть наше стеснение иногда мешает нам двигаться дальше. И Всевышний обещает, что если по законам и уставам вы пойдете, то дам мне дожди вовремя и так далее, и так далее. То есть пишет и скажет народы, какие божественные законы и хорошие законы дал вам Всевышний. То есть если мы идем так, как просит Всевышний, то, что нам боятся, мы должны идти прямо и не стесняясь выполнять то, что Всевышний от нас хочет. Да, была эта история, когда арестовывали предыдущего раба, положили пистолет перед ним, сказали, то есть он хотел выстрелить в него, он сказал, я тебя сейчас выстрелил, он сказал, эта штука опасна для тех, у кого много богов и один мир. У меня один бог и много миров. Если ты меня убьешь, я поднимусь в мир будущий. Мне нечего тебя бояться. То есть и нам тоже нечего бояться наших притеснителей, или тот, кто нас вчера притеснял. И когда мы выполняем то, что от нас просит бог, происходят большие чудеса. Всевышний переворачивает наши страхи, наоборот, наши страхи, наше стеснение. Он переворачивает то, что все помогают нам выполнять наши заповеди, еще с большей радостью относятся к нам, когда мы это делаем. Никто, поверьте мне, если человек придет в чужой дом и скажет, я еврей, Всевышний запретил мне. Не я хочу, это не моя прихоть. Всевышний запретил мне кушать не кошерное. Люди будут стараться, чтобы у тебя было кошерное. И мы это видим в наше время, потому что это время прихода Машеха, когда другие народы осознают и понимают, что у нас есть Бог, и что Бог заповедовал нам заповеди, и мы так живем. То есть пишется одним из примеров и признаков прихода Машеха, что евреи, где бы он ни находился, ему не будут мешать соблюдать заповеди антисемиты. То есть он может продолжать соблюдать заповеди. Мы видим, как поменялся мир и как это двигается. И будьте уверены, что если мы пойдем вперед и будем выполнять то, что хочет Всевышний, не будем стесняться, скажем, у меня есть время одеть фелин, и я не могу сейчас оторваться. То есть никто нас не обидится, и все остальное мы будем идти дальше и двигаться дальше. И очень важно то, что я еще не сказал, что есть в ситуации, почему Всевышнему было важно, чтобы египтяне так увидели, потому что пишется, Всевышний сказал, и сделал я суд над богами вашими. Первое божество это было, понятно, Нил, но последнее божество это как раз был именно Телец. И именно над этим божеством Всевышний сделал суд справедливый. И поэтому он показал, что из них Боги ничего не существует, ничего не значит, что есть только один Всевышний, который управляет этим миром. И поэтому это нужно было Всевышнему, чтобы евреи так поступили. И евреи заслужили выход из Египта, пишется, двумя кровями. Кровь обрезания и кровь пасхальной жертвы. То есть благодаря тому, что они не побоялись и сделали, как Всевышний выполнил, как Всевышний наказал, мы смогли выйти из Египта. Потому что писалось, что мы настолько погрязли в Египте, что мы настолько были похожи с египтянами, что был вопрос, а за что нас освобождать, чем мы отличаемся от египтянами. И тогда Всевышний дал нам такую возможность, он дал нам такой подарок, чтобы мы выполнили эту заповедь, и благодаря выполнению этой заповеди Всевышний вывел нас из египетского рабства. И то же самое относится и к нам. Для того, чтобы выйти из внутреннего рабства, из своего галута, из своего сердца, да, то есть из своих ограничений, которые мы сами себе придумали, сами себе построили, нам кажется, я не смогу, я должен обязательно сесть на автобус, потому что я замерзну, я должен сделать это, потому что я не смогу, я должен обязательно в этот шаббат проработать, потому что иначе у меня сорвется сделка. Это все наши внутренние ограничения. Если мы по-настоящему верим, что Всевышний тот, кто питает, насыщает, дает, и от него все зависит, мы никогда не будем стесняться то, что мы евреи. Это очень тяжелый труд для каждого из нас, и даже для религиозного человека, постоянно осознавать, что я иду делать то, что хочет Всевышний, и это то, что даст мне успех. Поэтому от того, как мы собираемся в шаббат, и как мы молимся в шаббат, пишется, шаббат является благословением на следующую неделю, а не сделки, которые мы делаем, хотя сделки это тоже очень важно. И хотелось бы завершить наш урок, и завершить наш урок истории, которая была с Рэбе, когда во Франции нацисты, он успел убежать от лап нацистов, но до этого нужно было заполнять анкеты, нацисты требовали заполнять анкеты, в анкетах нужно было писать национальность, и там можно было написать верующие, верующие могли воспринять как католик, или еще что-то. И жена Рэбе записала такой фразой верующий, по-моему, и когда Рэбе узнал, это пришел, он специально пошел, там, где была эта перепись, нашел, сказал, там моя жена неправильно записала, мы евреи, мы верующие евреи. Она имела в виду евреи, пожалуйста, запишите, что мы евреи. Потому что для Рэбе была важна наша идентификация, наша связь со Всевышним, она важна. Важна то, что Всевышний нам заповедует, оно нас связывает с ним. И поэтому, если мы не побоимся, и будем делать то, что Всевышний хочет от нас, мы увидим, что мы не побоимся потерять работу, если нас захотят уволить в шаббат, и Всевышний даст нам еще лучше работу. Мы увидим, что Всевышний управляет этим миром, почувствуем это и ощутим. Даже если сейчас мы не ощущаем это, то в тот момент, когда мы будем выполнять то, что Всевышний от нас требует, мы увидим, насколько, насколько легко жить рядом со Всевышним. Иногда есть испытания, эти испытания уйдут, и когда мы сделаем и скажем другим, не только народам, и самим себе, так от нас хочет Бог, и так мы будем выполнять, и Всевышний будет с нами, и Он пошлет нам великие чудеса, и тогда сами народы будут помогать выполнять нам волю Всевышнего, потому что они поймут, что это то, что хочет Бог не только от евреев, а от всего мира и от всего окружения. Спасибо за внимание, всем хорошей недели. Субтитры создавал DimaTorzok